Куда едешь, Ярослав? В теплый края! Всем привет! Сегодня выходной день. Замечательная погода, солнышко и морозец. Все, как мы любим. Сегодня мы хотим провести этот выходной день всей семьей. Съездить куда-нибудь, погулять. Возможно покататься на горке. И приглашаю вас провести этот замечательный день вместе с нами. Влог выходного дня. Ярослав Николаевич уже опробовал ватрушку. Ярослав, ну как? Хорошо, я получу педаль. Понятно. Так что сейчас мы на нашей новой ватрушке поедем, наверное, в новый, как я не знаю, спортивный комплекс у нас открылся. Там... Видела уже много фотографий оттуда. Все ездят, катаются на горке, на коньках. Вот сейчас мы тоже, наверное, туда заедем. Ой, мамочка, смотри, отключилось ли это количество? Правда? Да. Ну что, приехали мы на новый спортивный, как бы, комплекс, да? Назвать его можно так. Когда-то здесь... Это, в общем, можно сказать, место моего детства. Когда-то здесь был стадион. Вот тут, где сейчас катаются на лыжах, был стадион. Здесь стояли трибуны. И мы ходили сюда в детстве болеть за нашу футбольную команду. Сейчас, как видите, все убрали. Несколько лет стадион разрушался просто, стоял, потому что предприятие он был не нужен, предприятие закрылось, фактически, завод. И вот теперь его выкупили и вот так вот переделали. Теперь здесь лыжная трасса, каток, горка, теплый кафе и планируется что-то еще. С одной стороны, немножко жалко, когда приезжаешь в места, в которые ходил в детстве, и видишь все совсем-совсем другое. А с другой стороны понимаешь, что, конечно, это лучше, чем оно стоит и просто разрушается. А вот, в общем-то, цель нашего сюда приезда. Вот эта горка, которая вечером подсвечивается. Ну, а мы приехали до обеда покатаемся и попробуем сегодня, наверное, поставить Ярослава на коньки. Если он не согласится, то я вспомню. Молодость и встану попробую. Ну что, взяли мы Ярослава на прокат конечки, вот такие, двадцать седьмого размера. Сейчас попробуем поставить ребенка на коньки. Поедешь на коньках? Наконец-то. Как я пойду-то? За ручку. Давай, пойдем. Как я пойду-то? Уйти! 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 Ну вот так вот. Наше катание на коньках закончилось через 10 минут, толком даже не начавшись. Ребенок кататься совсем не стал, но администрация пошла на встречу и дала возможность покататься мне вместо него, потому что коньки его дают на 2 часа. Я конечно кататься особо не умею, мягко говоря. Каталась в последний раз, я не знаю, наверное лет 7 назад, это точно. Но сейчас попробую. В принципе через 10 минут я уже нормально катаюсь, конечно не сказать, что очень хорошо, но во всяком случае я еще пока ни разу не упала. Мальчики пошли сейчас кататься на горку, я к ним тоже скоро присоединюсь. В общем здорово. А как вы проводите свои выходные? Ну все, кажется теперь я знаю, что я буду просить у Деда Мороза на следующий Новый год. Все, я переобулась из коньков, скажем так, да. Эмоции конечно самые замечательные, ноги болят, а самое главное понимаешь, насколько же удобно, мягко ходить в обычные обуви после коньков. Как бы не нравилось кататься на коньках, но нужно возвращаться к семье, поэтому сейчас я надену для входа на горку, выдают, сейчас я покажу, браслетики. Для входа на горку выдают вот такие браслетики. Он правда у меня уже помялся, пока лежал. Я сегодня, видите, у меня все в одном стиле, я вся такая голубая. Так что сейчас пойдем кататься на ватрушке. Поднялась на горку, вот так это все здесь выглядит. Достаточно высоко и далеко. Вот где-то там внизу поднимается муж с ребенком. Ярослав, ты что несешь-то? Ярослав, ты что несешь-то? Ты что несешь-то? А что это? Это. Что это? Это вкусный надежный. Чего-чего? Еда. Что это? Еда вкусная. Еда вкусная? Да. В бой вступает тяжелая артиллерия. Сейчас папа поедет вместе с ребенком. Ярослав, держись. Посмотрите, какая красота сегодня. Просто потрясающий день. Мы готовы, Ярослав? Да. Мы готовы. Поехали. Ана, лоха! Я пришлось брать телефон, я боялась, я разобью его просто об стенку. Я сейчас ползаю, там сейчас следующие поедут. Здесь, конечно, очень здорово, но нам, к сожалению, уже нужно ехать домой и обедать. Поэтому, к сожалению, придется уже отсюда уходить. Хотя так не хочется. Ну что, мы поехали домой кушать. Едем. Ребенок нагулялся. Родители тоже. Что, мы пообедали? Теперь у нас чай с шиповником и конфеты, да? Ага. И конфеты. Укрепляемся. Дружно. И Ярослав принес сюда что-то. Конфеты. Джири. 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 Вот вы на это посмотрите. Началось, значит, с чего? Я купила себе бокал, чтобы пить из него цикорий или кофе утром. У меня бокал отнял Ярослав. Увидел это дело муж, что мы пьем из двух бокалов, сказал, я тоже такое хочу. И что в результате у нас получается? Они пьют из двух бокалов, а я пью из своей старой кружки. Ну вот, где справедливость, а? Ну, сюда, Валька. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Ну, папа ж тебя ловит. Ладно, лови. Только если ты меня никуда не бросишь. Ну, так спит от меня. Давай я буду одной рукой вот там дерзать. Давай я отцеплюсь этой рукой, а этой я буду дерзать. А как же тебя подбрасывать? Чтобы не упасть. Давай, пап, начинай. Я не смогу едать, если тебе в гости держаться. Ну, давай, на беру, начинай метелинку. Ну что, после обеда оставила мужчин дома, а сама поехала на наш склад. Здесь нужно разобраться. Кто раньше смотрел мой канал, знает, что я занималась праздниками, оформлением, организацией. Но сейчас мне пришлось закрыть типы и прервать эту деятельность. Но, тем не менее, на складе разобраться нужно. Будем оптимистами. Будем надеяться, что когда-нибудь я к этому вернусь. А временный перерыв будем рассматривать как возможность разобраться и организовать все на складе. Вот. Показывать, как тут все выглядит, я лучше вам не буду. Зрелище не для слабонервных. Так что, принимаюсь за работу. Отдохнули, пора и поработать. Вечер продолжается. Мы с Ярославом снова варим сыр. Но в этот раз решили поэкспериментировать. Половину сделаю просто сливочным. Мама, я попробую. Сейчас не надо, Ярослав. А половину хочу сделать, попробовать с грибочками. Уже обжарила шампиньоны. Ждем, когда отделится сыворотка. Я попробую, вкусный или нет? И будем продолжать готовить сыр. Я попробую, вкусный получился или нет? Попробуй. Он горячий. Ну и вот, собственно говоря, что получилось. Это обычный сыр молочный. А это сыр с зеленью и грибами. На кухне творится, конечно, что-то невообразимое. Я так мечтала сделать сегодня ногти. Но опять не успеваю. Надо уже идти, наверное, умываться. И готовиться ко сну. Так что, вот такой сегодня у нас день был. Сегодня у нас был очень насыщенный день. Сейчас я буду умываться. И Ярослав пьет кефирчик. И мы, наверное, будем уже укладываться спать. Потому что завтра нам рано вставать. И делать еще очень-очень много интересных и важных дел. Спасибо, что сегодня были вместе с нами. Спасибо всем за внимание. Жду вас снова на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok